Медвежонок Я получил лауреат первой степени и я рисовала картину к Рождеству. Там был ангел и был такой фон расписанный. То, что я отправила на Серебряный олень, то, что я лауреат, это никакая не роспись. Конечно, там есть три городецких цветка, а сверху моя любимая игрушка, с которой я все время сплю, собачка. Я ее пришла на рисование и решила ее нарисовать на доске. 21-й открытый фестиваль конкурс детского и молодежного творчества «Серебряный олень» прошел в Заречье. Сергей Герасимов преподает там декоративно-прикладное искусство уже 27 лет. Расписывает с детьми деревянные изделия. Но и оформлять стены для них не впервой. Мы расписали в том году тоже амбулаторию, там в Заречье, доктора и болит на сказку. И вот все, кто заходит, всем очень нравится. И видно, в самом ДК мы все классы, которые можно расписать, тоже расписываем. И саму МЕКУ, где мы занимаемся, там тоже все расписано. Своим подопечным полностью доверяет. Говорит, все основные техники и способы смешивания цветов они знают на отлично. Каких только не кладут красок. Смотришь, думаешь, ну, ты показываешь, какой тебе надо колер, и они, значит, начинают там и черную, и фиолетовую, и даже какой-то краплак кладут. Еще. Вот. Еще? Да. Давай еще. А вот нам, художественному мастерству, росписи стен, следует еще подучиться. Я делаю, можно сказать, тени на клыках. Тени на клыках? Да. А для чего? Для того, чтобы они были более объемными. А что для этого ты сделала? Другого цвета немножко оттенок взяла? Да, я взяла более кожаный. Более кожаный, да? Да. Дашь мне попробовать? Да. И желтую не надо, я же теперь... Так, правильно, да? Сверху вниз? Да. К 29 мая композиция будет полностью завершена, но юных посетителей поликлиники она радует уже сейчас. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.